Добрый день! Вы смотрите открытую студию проект места города. Какие задачи решает дизайн интерьера, говорим мы сегодня. У нас в гостях дизайнер Анастасия Ромашова. Здравствуйте. Анастасия, ваш приход в дизайн интерьеров несколько необычен. Расскажите об этом подробнее. Ну, начну с того, что я закончила Костромской государственный технологический университет по специальности дизайн костюма. Я мечтала о создании своей, своего производства пашевого одежды. Но в жизни, конечно, сложилось иначе. В 2009 году мы с мужем купили квартиру и предстояла стройка. Полностью процесс ремонта контролировала я. И это оказалось реальной практикой. Когда ремонт блока получше закончился, в гости приходили друзья. Всем очень нравилась наша квартира, все восхищались интерьером. И так однажды знакомые предложили помочь им создать интерьер. И в 2011 году я сделала свой первый проект. Это уже была вторая практика, то есть создание проекта для заказчика. Для этого мне пришлось найти в интернете программу, самостоятельно ее изучить и потихоньку вникать в тонкости работы. Так за одним удачным проектом последовал еще один и еще один. И так на сегодняшний момент я являюсь дизайнером интерьеров. Так и друзья, приходя к вам в дом, говорили, что нужно этим заниматься профессионально. Да, им очень нравилось. Просто говорили, что можно попробовать тебе в этом направлении себя. В каких сейчас стилях вы работаете? Сейчас... Вообще направление стиля для меня не имеет особой важности. Я хорошо себя чувствую в любом направлении. То есть им нужны и лорд, и скандинавия, и классика. Сложность состоит больше в том, чтобы правильно понять заказчика, предчувствовать его характер, его настроение, собрать всю необходимую информацию и пропустить это через себя и выдать уже результат. Сегодня мы ответим на самые частые вопросы тех, кто планирует заказать дизайн-проект. Для чего нужен вообще дизайн-проект? Насколько он необходим и какие задачи решает? Ну, начну с того, что когда возникает какая-то идея в голове, дальше следует процесс реализации, то есть воплощение идеи в реальность. И чтобы не объяснять на пальцах, что к чему прикручивается, куда поставить, какой цвет покрасить, где купить, что купить, для этого создается проект. Дизайн-проект – это концепция будущего интерьера с подробной технической информацией, которая помогает строителям реализовать идею в реальность. И сэкономить бюджет, потому что не нужно переделывать, если что-то в год не попало. Когда уже все прописано на бумажке, ты уже можешь сориентироваться, что тебе нужно, что нужно добавить, чего можно отказаться, а на что еще можно, ну, хватит денег. Сколько может стоить дизайн-проекта, и что влияет и не влияет на его стоимость? Дизайн-проект состоит из основных двух частей – это эскизная часть и техническая часть. Техническая часть может быть в минимальном пакете, а может быть в максимальном. И в зависимости от стиля, хотя я ограничения на выбранный стиль не ставлю, иногда минимального пакета технической части недостаточно. Примерно для классического стиля нужен полный пакет чертежей, так как существует очень много узлов и моментов, которые надо прорисовывать. Как влияет на стоимость проекта площадь помещения? Чем больше площадь, тем дешевле. Больше скидка получается? Да, больше скидка. На объем работ уже действует скидка 20-30% в зависимости от объема работы и площади. На сколько стоит проект? Допустим, это от метрога или каким образом зависит? Стоимость услуг – 1500 рублей квадрат. Для маленьких помещений она идет фиксированной суммой от 15000 рублей и распространяется на такие помещения, как ванны, комнаты, может быть, кухня отдельно, у которых площадь до 10 метров квадратная. Какой стиль самый дорогой? Самый дорогой стиль, конечно же, это классика. Почему? Классическая мебель дешевых быть не может. Очень много интерьерных материалов в виде лепнины, потолочной, без которой тоже классика не может существовать. Люстры дешевые, позолоченные, сразу будут выдавать, что в несоответствии будет смотреться дорого-богато. Как быть, если заказчик не знает, как у него будет стиль и что он хочет получить в итоге? Нельзя начать работу, не поговорив с заказчиком. В ходе беседы, конечно же, выясняется, что хочется заказчику. Можно выявить и направление стиля, и конечную цель. При помощи подбора визуальных аналогов, идей в интернете сейчас предостаточно, визуально картинку сложить и определить стиль и направление будущего интерьера достаточно несложно. Сложнее всего правильно это применить, в чем заключается работа дизайнера. Как быть, если у заказчика ограниченный бюджет на ремонт, нужно ли как-то ограничивать фантазию дизайнера? Если бюджет ограничен и заказчик идет к дизайнеру, это значит, что он уже рационально подходит к вопросу. Потому что проект помогает экономить бюджет. Конечно, если бюджет ограничен, а запросы у заказчика завышены, то тут дизайнер не в силе помочь. Хочу сказать, что нет смысла делать проект, если бюджет на реализацию ниже 30 000 рублей на квадратный метр. Либо делать проект, но учитывать то, что на все не хватит. От чего-то придется отказаться. Не будет каких-то дизайнерских решений. И в основном это будут материалы бюджетных сфер. Всегда ли нужен дизайн интерьера? Кому вы его рекомендуете в первую очередь? Дизайн интерьера нужен, наверное, тем, кто хочет жить красиво и комфортно, но у кого не хватает знаний. Потому что сейчас в современном мире каждая профессия ценится. То есть, если нам нужны услуги парикмахера, мы идем стрижемся, а не сами подстригаем у зеркала. Если что-то заболело, мы идем к врачу и попрощаемся с услугами. Также и с интерьером. То есть, если нам нужен красивый, функциональный, комфортный интерьер на долгие годы, то тут лучше обратиться к дизайнеру, к профессионалу. С чего начинается работа над дизайн-проектом? Работа над дизайн-проектом начинается, прежде всего, с разговора заказчика. Выяснение, поиск идей, что хочется. Функционал продумывается. Забирается полностью информация. Состав семьи, какие предпочтения, что любит он. В зависимости от характера человека одна и та же квартира может выглядеть совершенно по-разному. Как происходит подбор материалов? В каких магазинах, по каким ценам вы подбираете материалы? Подбор материалов входит в стоимость проекта. То есть, в эскизной части, технической части. В технической части, кроме чертежей, есть ведомость используемых материалов в проекте. Я произвожу подбор материалов при помощи поиска в интернете. Также есть партнеры, которые занимаются поставкой обоев, производством мебели и всего необходимого. То есть, составляются ведомости и в ней указываются материалы, которые применены в проекте. Указывается общая площадь использованного материала, стоимость, где его можно купить. Заказчик вправе сам в процессе реализации пойти уже покупать, где ему удобно материал. Он может воспользоваться теми ссылками, которые указаны на ведомости. Бывают ли такие пожелания, чтобы вы просто нарисовали, грубо говоря, картинку, а уже клиент сам подберет материалы более-менее похожие на то, что на это... Да, такое бывает. И это чаще всего, наверное, исходя из экономии, что хочется все-таки красивый интерьер, но какую-то часть готовы взять на себя. Да, тут ничего страшного нет. То есть, самая главная часть – это эскизная часть. То есть, тут и закладывается идея, и подбираются материалы, а как уже заказчик этой идеей воспользуется, это его право. Мы можем заказать только эскиз, эта картинка, либо с технической частью. Тогда стоимость проекта входит еще плюс мебель, уже полностью под ключ, все будет готово. Клиенту останется только это купить. Минимальный проект, он уже включает в себя и эскизную часть, и ведомость используемых материалов. А можно ли подобрать самостоятельно эти материалы? Вообще, в чем минус того, что клиент сам идет, что-то тут упирает? Самостоятельно, конечно, можно подобрать, если есть достаточно времени, сил и нервов. То есть, это все-таки нервозатратное, вынятие? Да, потому что сейчас у нас рынок такой разнообразный, что один и тот же материал в разных местах может заключаться в стоимости от 10 до 50% фи. Поэтому существует еще такая услуга, как комплектация проекта. Она уже делается на этапе реализации. То есть, можно обратиться к профессионалу, который полностью составит смету, подберет по той ведомости, которая приложена к проекту, все необходимые материалы. И составит общую стоимость и расскажет, что где и какие можно скидки получать на интерьер. Что вы никогда не используете в своих проектах и почему? Что не использую? Самое такое, глянцевое натяжное потолок. Почему? Ну, это уже, наверное, пережиток евроремонта. Начало, когда только зарождался дизайн и только стали делать красивые квартиры. И это называлось евроремонтом. Всем хотелось блеска и красоты, дорого-богата. Считаю, что натяжной глянцевый потолок – это пережиток прошлого. И, допустим, в напольных покрытиях что вы не используете? В напольных покрытиях, конечно, предпочтение к натуральным материалам все-таки. Чем натуральнее, тем это долговечнее и экологичнее. Но заказчик, конечно, правит сам решать, что ему лучше жить в интерьере с фенолиумом, с ламинатом или с натуральным деревом. Сколько вариантов дизайна вы предлагаете и что будет, если один из них вдруг по какой-то причине не удовлетворил заказчика? Вообще, вариант дизайна всегда один. Но на первом этапе общения, сбора информации предлагается много вариантов планировки. То есть, самый главный залог хорошего интерьера – это его планировка. То есть, тут мы можем бесконечное количество вариантов сделать, чтобы найти ту идеальную планировку. Также, в ходе беседы выясняется все пожелания, уточняется. На основе этого составляется текст задания. И на основе него уже не может быть много вариантов. Делается один вариант, и он корректируется, но незначительно. Если вдруг по какой-то причине готовый вариант не понравился, что в таком случае делать? Или такого не может быть, потому что на каждом этапе идет согласование? В практике не было такого, что этот конечный результат не нравился. То есть, он не сразу выдается. Вот раз этот конечный результат, он как бы сначала в черновом варианте, где можно поменять цвет. Можно поменять, может быть, добавить какой-то другой светильник или еще что-то. Но глобально, опять сломать стенку, переставить. Или поменять угловой диван на два дивана. Такого быть не может. То есть, это уже в тех заданиях, когда заказчик указывает, что хочу так и так. И на основном этого одевается дизайн. Если же, конечно... В каком виде вы предоставляете готовый проект? Готовый проект предоставляю в электронном виде. Зачем нужна трехмерная визуализация? Трехмерная визуализация помогает понять будущий интерьер. То есть, видеть его полностью, быть уверенным, что то, что запроектировано, это будет красиво. И это удовлетворяет все запросы. Ага. Самый необычный проект, с которыми вы работали и где можно все ваши проекты увидеть? Каждый проект по самому необычен. То есть, с каждым проектом это новый шаг к развитию. В практике были проекты и коммерческих помещений, и большой загородный комплекс. И работала с экстерьером, и ландшафтным дизайном пришлось поработать. Самый необычный проект, это, наверное, идея, которая пришла там за пять минут, заняла отрисовки два часа, и в итоге она заняла призовое место в конкурсе. Что это за работа? Да. Это была разработка детской комнаты для спирпонка. Ага. Нужен ли авторский надзор дизайнера при воплощении проекта, и для чего это надо? Да. Авторский надзор нужен. Тут можно сравнить с тем, что воплощение проекта без надзора, как ребенок выросший без родителей. Только дизайнер знает на все сто процентов, что и как. За время проектирования вникаешь в проект, просто срастаешься с ним. И на все возникающие вопросы во время стройки возникает немало. Только дизайнер может быстро найти правильный ответ и решение. Ваше напутствие, как сделать так, чтобы дизайн-проект и его воплощение радовали глаз долгие годы? Быть откровенным и довериться полностью дизайнеру, и тогда ваш интерьер мечты будет реальностью. Спасибо, Анастасия. Сегодня мы говорили, для чего нужен дизайн-проект и какие задачи он решает. У нас в гостях была дизайнер интерьера Анастасия Ромашова. Приятных вам интерьеров и до новых встреч!